Ответим также, что на самом деле оккупанты продолжают свои бесчинства. Хочется сказать, что захватчики продолжают осуществлять наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны Украины в течение суток отбили 41 атаку противника на 4 указанных выше направлениях. По данным Генштаба, в течение суток противник нанес 7 авиационных и 10 ракетных ударов, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Для ракетных ударов враг подло продолжает применять ракеты С-300. Теперь подробнее непосредственно о том, как развивались события на поле боя. На Купинском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Синьковка и Белогоровка. Осуществил артиллерийские обстрелы вблизи Каменки, Колодезного, Красного Первого, Двуречной, Западного и Купенска Харьковской области. А также Стельмаховки, Невского, Белогоровки Луганской области и Тернов, Спирновой и Выемки Донецкой области. Далее мы переносимся на многострадальное пылающее бахмутское направление. Здесь враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, которые удерживают наши защитники, а также в районе Ивановского Донецкой области. Российские войска обстреляли также населенные пункты Григоровка, Меньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Курдюмовка, Азаряновка, Дружба и Майорск. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении Новокалиного, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области. Успеха не имел. Применял аэрозольные слезоточивые гранаты в районах населенных пунктов Новокалиного, Ласточкино, Первомайское и Марьинка. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка. Все это Донецкая область. Если же говорить про обстановку на шахтерском направлении, то здесь огневому воздействию подверглись Углидар, Причистовка, Великое Новоселка и Времовка, также Донецкой области. Запорожское и Херсонское направления. Там противник продолжает обороняться. Захватчики обстреляли Веленское поле, Новосилку, Новополь, Донецкая область, Полтавку, Малиновку, Гуляйполе, Залезничное, Белогырю, Новоданиловку, Запорожская область, Антоновку и город Херсон. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре Береслава. Следует также отметить, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел российскими войсками украинского Славянска Донецкой области. Впоследствии вражеской атаки, напомним, известно о погибших и пострадавших разной степени тяжести. Вот что сказал глава Украины. Враг должен знать, Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии, заявил Владимир Зеленский. Ответственность